Всем привет! С вами The Station и мы сегодня начинаем небольшую серию роликов для самых начинающих. Вообще путь в покраске миниатюр и вообще вархаммер в любые настольные игры с миниатюрами, где требуется красить солдатиков. Сегодня у нас самый основной момент это грунтовка миниатюр. Что мы будем делать? Сегодня будем грунтовать миниатюры правильно, быстро и без лишних разговоров. В первую очередь есть два способа. Для тех, у кого нет аэрографа, предлагается баллонный грунт. Для тех, у кого нет аэрографа, но хочет его приобрести и думает об этом, предлагается грунт для аэрографа и сам аэрограф. В принципе оба способа имеют место быть, мы их сегодня осветим. Грунтовка миниатюр из баллона. В первую очередь выбирайте баллонный грунт. Мы посвятим, скорее всего, этому отдельное видео. Я использую вот такой вот грунт. Это аэрозольная эмаль Touch & Tone. Матовая, черная. Поехали. Мы начинаем грунтовать миниатюру. Выберите место в первую очередь. На улице бывает ветрено, пыльно, дождь, снег и все остальное, поэтому рекомендуется все-таки какое-то помещение, но с достаточной проветренностью. Балкон, кухня, только если мама не заругает. Либо лестничная площадка. Общие лестницы в доме тоже подходят. Нет вариантов, грунтуйте на улице, но могут быть разные эксцессы. Тем не менее, помещение должно быть хорошо проветриваемым, рядом с окном желательно. Первонаперво, как вы думаете, что нужно сделать? Как следует потрясти баллон, а потом приступать к грунтовке. Но, прежде чем грунтовать нашу миниатюру, рекомендуется ее обезжирить. То есть, если вы грунтуете пластиковую миниатюру, достаточно просто пойти на кухню и воспользоваться жидкостью для мытья посуды. Итак, ваша миниатюра, немножко горячей водички, пластику ничего не будет. Берем старую зубную щетку. Ну, можете взять щетку тех, с кем живете. Главное, спросите разрешение. Немножко воды и немножко любого средства для мытья посуды. Зубы чистить не надо. Берем теплую водичку. Чтобы не шумело, и аккуратненько миниатюру пластиковую намыливаем. Вот таким вот образом. Ничего сложного. Можно пластик обезжиривать спиртом. Но проще всего дойти до кухни. И вот так вот зубной щеткой все аккуратненько обезжириваем. Любое жидкое мыло, лучше всего для мытья посуды, фейри какой-нибудь или прочий мистер пропер. Ну, вообще мыло тоже подходит. И вот так вот мы аккуратненько, стараясь ничего не поломать, намыливаем парня. А потом просто смываем все это. Для чего это делается? Чтобы грунт лучше ложился. При сборке миниатюры все ее трогали пальцами и прочее прочее. Остается на ледниках, на пластике тоже какой-то слой жира. Поэтому все это вот так вот и обезжиривается. Просто, быстро и хорошо. Теперь нужно, чтобы миниатюра высохла. Поэтому идем дальше. Пока наша миниатюра сохнет, пара замечаний и условий. Во-первых, грунт должен быть в комнатной температуре. Не хранить его в холодильнике, хранить его просто в темном. Защищенном от солнечных лучей месте. И он должен быть в комнатной температуре. В первую очередь, как следует, встряхиваем баллон. Там есть специальный шарик. Во всех баллонах, нормальных грунтом, есть шарик. Какой бы вы ни выбрали, Абро или фирменный, тем не менее, вот он. Как следует, встряхиваем. Минут пять нужно этому посветить. В разные стороны, чтобы все хорошенечко перемешалось. Поскольку мы будем грунтовать одну миниатюру, будем ее держать руками, что самое удобное, для того, чтобы защитить руки от грунта и ваш маникюр не попортился, надо использовать перчатки. В зависимости от того, что у вас есть под рукой, могу вам предложить три вида перчаток. Продаются все в хозяйственном магазине, в любом совершенно. Не хотите покупать? Сходите на кухню, найдите там хозяйственные. Точно есть. Если вы живете не один, конечно. Тем не менее, обычные хозяйственные перчатки. Годятся. Хозяйственные латексные перчатки. Тоненькие, удобные. И хозяйственные виниловые перчатки. Тоже тонкие, удобные. Я выбираю их, потому что они более прочные. Их сложнее порвать. И они отмываются потом любым спиртом от грунта. Но латексные тоже подойдут. У вас есть тоже выбор. Если вы брутальный мужик, то не пользуйтесь перчатками. Все равно, пусть лучше руки будут грязными, загрунтованными. Итак, прежде чем грунтовать нашу миниатюру, любой баллонный грунт, даже такой классный, как этот, который я уже хорошо знаю, рекомендуется проверить. У меня есть старый литник. Прежде чем на драгоценные, дорогущие миннички лить неизвестно, что из баллона. Возьмите, не пожалейте старого литничка и попробуйте на нем. Давайте начнем. Мы открыли окно, чтобы не задохнуться от едкой вони. Можете надеть респиратор, если он у вас есть. Я его не одеваю, чтобы продолжать общаться с вами нормальным голосом, а не голосом несмертного Джо. И поехали. Проверяем наш грунт. С расстояния где-то сантиметров 20-25 короткими пшиками начинаем его распылять на наш литничок. И смотреть, что получается. Много литника, достаточно одного уголка, чтобы понять вообще, как грунт ложится. Все, залили и ждем, пока высохнет, а там будем рассматривать более подробно, что получилось. Смотрим, как загрунтовался кусок литника. Довольно неплохо. Видите, даже рельеф остался виден. Вот здесь какие-то маркировки. В принципе, не страшно. Все получилось. Он довольно матовый. Значит, можно наш грунт лить на минничку. Нет никакого зерна, не залилось ничего, быстро он высох. Можно смело лить грунт на нашу миниатюру. Наш хорнат из Горчоузена. И, чтобы было удобнее его держать, опять же, прогрунтовать его как следует, берем немножко блютака, нежирный модельный пластилин, прилепляем к любой банке, которая у вас есть, удобная, чтобы можно было держать. И парня фактически сажаем на бутылку. Вот таким вот образом. Он никуда не денется теперь. Вот видите, не убегает. Можно его смело держать и грунтовать. Поехали. Вот наша миниатюра. Можно ее вполне себе спокойно держать под разными углами. Очень будет удобно. Раскрываем окно, чтобы не надышаться. Берем наш уже проверенный грунт, еще раз встряхиваем и грунтуем. То же самое. Короткие пшики, расстояние примерно где-то 20-25 сантиметров. Я не знаю, линейки у нас нет, но это поверьте на слово. Опять же, заполтали. Держим. И начинаем вот так вот короткими пшиками со всех сторон покрывать миниатюру грунтом. Если вы очень далеко уберете баллон, то грунт начнет сохнуть в полете, садится хлопьями. Этого делать не надо. Если вы поднесете его слишком близко, вы зальете весь рельеф, очень толстый будет слой, несмотря на качество грунта. Поэтому, помните, расстояние где-то 25-30 сантиметров короткими пшиками. Вот так вот наносим первый слой. Ждем, пока он высохнет. И через какое-то время наносим второй слой. Пока миниатюрка сохнет, небольшое замечание. Все новые грунты баллонные проверяйте на литниках и смотрите, с какого расстояния оптимально они наносятся. Это будет очень важно в данном случае. Итак, первый слой у нас вызох. То же самое. Заболтали как следует. Наносим второй слой, чтобы грунт уже хорошо лег, прикипел к пластику и в дальнейшем краска наша никуда не делась. То же самое, аккуратненько. Сначала снизу миниатюры, потом сверху. Вот так вот короткими пшиками покрываем миниатюрку. Когда вы не увидите на ней уже серого пластика, значит у нас все получилось. И миниатюра полностью загрунтована. Ну давайте дождемся, пока она высохнет и посмотрим наш результат уже в цвете. Вот наша миниатюрка уже загрунтована. Как вы видите, на ней пластика не видно. При всем при этом полностью лег грунт. Детализация никуда не делась. Ну, в общем-то, использование хорошего баллона дает хороший результат. И все не очень сложно. Все подготовленные этапы я вам описал. Давайте же перейдем к грунтовке вот этого вот несчастного пока серого пластикового парня из аэрографа и посмотрим, что в итоге будет отличаться. Хорошо, что они у вас разные. Не перепутаем. Для грунтовки аэрографа мы используем аэрограф. В данном случае у меня Evolution Silver Line 0.4 сопло. Грунт, акрил полиуретан, surface primer от Valjeha, черный, матовый. Тоже его как следует взбалтываем. Я туда положил металлический шарик, чтобы перемешивался грунт лучше. Собственно говоря, этим сейчас и займусь. И наша миниатюра Slotter Preste. Поскольку у меня сопло 0.4, грунт я разбавлять не буду. Если у вас сопло 0.3, 0.2, рекомендуется добавить немножко тинера. Наливаем чуть-чуть грунта, много лить не надо, сразу в бак аэрографа. Ставим давление на 2 атмосферы на компрессоре и опять же в перчатке в той же виниловой короткими пшиками начинаем грунтовать нашу миниатюру также с нижних частей. Вот так мы нанесли первый слой. Обращу ваше внимание, что эту миниатюру мы тоже предварительно обезжирили мыльным составом, да, средством для мытья посуды, так же, как и в первом случае. И ждем, пока высохнет, наносим второй слой. Ну, покрываем миниатюру вторым слоем грунта и ждем, пока она высохнет. И будем сравнивать, что же у нас получилось в первом и во втором случае. Вот мы загрунтовали две миниатюры из игры Chosen Plastic Games Workshop. Этого слота мы загрунтовали Surface праймером от Vallejo этого парня. Аэрозольной эмалью Touching Tone от фирмы DUB американской. Вы можете использовать любой другой баллонный грунт, но не забывайте сначала его проверить, обезжирить миниатюры предварительно и грунтовать в хорошо проэктивном помещении, если вы пользуетесь баллоном. Когда грунтуете аэрографом, рекомендую использовать респиратор, чтобы не надышаться всякой дряни. Соответственно, ну, давайте поближе посмотрим, что у нас получилось в данном случае. Вот, собственно говоря, наверное, из аэрографа грунт чуть более матовый, аэрозольный чуть более глянцевый, но, тем не менее, результат практически идентичен. Обе миниатюры загрунтованы и, по сути, готовы к покрасу. Грунт нужен нам для того, чтобы краска хорошо ложилась на миниатюру. Без грунта, без грунтовки красить строго не рекомендуется. Тем не менее, обязательно нанесите еще один слой краски, если вы хотите черный цвет делать основным, да и вообще рекомендуется уже нанесение базовых слоев краски после полного высыхания грунта 2-3 часа примерно. Лучше миниатюрам подождать. А еще лучше, если это побольше времени пройдет, грунт уже точно ляжет, точно останется на миниатюре. Вот обе миниатюры матовые, вполне себе хорошие, готовые к дальнейшей работе. Выбирайте грунт по средствам, по возможностям, есть аэрограф, рекомендуем. Нет аэрографа для грунтовки небольших миниатюр, вполне себе можно использовать баллон, как видите, довольно хороший результат дает. Спасибо вам за просмотр этого видео, делитесь им в соцсетях, ставьте лайк, пишите комментарии, каким грунтом вы пользуетесь, что вы можете порекомендовать, ну и надеюсь, что это видео вам помогло разобраться в таком, в общем-то, как выяснилось, простом деле, но не очень очевидном для начинающих художников, как грунтовка миниатюр. С вами был Тайлер, The Station, всего хорошего, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok